Друзья, здравствуйте! Меня зовут Александр Свияш. Я автор 14 книг на тему личной успешности. Все мои книги развивают одну методику, которая называется «Разумный путь». Меня попросили подготовить видео для людей, чья деятельность связана с деньгами, то есть для работников фондовой валютной биржи или инвесторов. Мне немножко знакома эта тема. Лет 10-15 назад у меня был сертификат на работу на фондовом рынке. Правда, я сам не работал, но у меня есть знакомые, клиенты, те люди, которые имеют непосредственное отношение к этому рынку. В чем специфика этих людей? В том, что независимо от экономической, политической и прочей обстановки, они постоянно работают в обстановке повышенного стресса. Ситуация на этих рынках постоянно меняется самым непредсказуемым образом, и поэтому люди вынуждены быть все время на взводе, то есть находятся в стрессе. Соответственно, в этот вид деятельности идут люди, которым нравится риск, которым нравится возбуждение, ну и которые, конечно, мечтают о том, чтобы сделать большой рывок и сразу заработать огромное количество денег. У некоторых это получается. Я знаю, что часть работников рынка получает по итогам года, например, бонусы в сумме миллион долларов или близких суммах. Но, как обычно, как во всех видах деятельности, большие деньги зарабатывают только 2-3% участников фунда валютного рынка, а все остальные получают обычную зарплату, но мечтают сделать очень большой рывок. То есть большие деньги получают далеко не все, зато все имеют огромный стресс. На условиях, когда мечты не реализуются, то достаточно быстро возникает психологическое выгорание, и способы защиты пьянства, болезни. Можно ли жить более комфортно, занимаясь этим видом деятельности? Как обычно, простых рецептов нет. Нужно понимать механизмы реагирования человека на стрессовые ситуации и как избежать негативных последствий такого реагирования. Я хочу как раз рассказать об этих механизмах реагирования. Если вы не хотите думать о ищущей очередной чудотворный рецепт, чтобы что-то глотнул, и вы начали жить в чести, в установке стресса, то можете выключить это видео прямо сейчас. Для остальных начнем с самого начала. Что представляет себя человек, то есть каждый из нас? С одной стороны, это сверхсложное существо, которое было создано неизвестно кем, с очень сложными РНК, ДНК, нейронными сетями, и тем, что науку изучают уже сотни лет, и думаю, еще сотни лет будет изучать, потому что сейчас нет понимания, как вообще функционирует человек. Нам все это не нужно. Нас интересуют только механизмы управления поведением человека и механизмы принятия решений, для того, чтобы влиять на них нужным нам образом. Мы не будем копаться в физиологии человека, а рассмотрим простую модель, описывающую процессы, происходящие в каждом из нас. Итак, у каждого из нас есть тело. Это исполнительный орган. Тело выполняет две функции. Поставляет информацию о состоянии окружающего мира через органы зрения, слуха, обоняния, тактильные ощущения. И исполняет принятые нам решения путем совершения каких-то действий. Говорить, бежать, драться, еще что-то делать. Все это делает наше тело. Кто управляет нашим телом? Принято считать, что им управляет головной мозг. Но это просто два слова, которые никак не приблизят нас к пониманию вопроса. Поэтому я предложу в дальнейших рассуждениях использовать простую модель, описывающую процессы управления нашим поведением. Согласно этим поведениям, нашим телом управляют три органа управления. Прежде всего, это наш разум. Предлагаемые модели разум – это наш логический, рациональный ум, это наш способ принятия обоснованных, разумных решений. Разум присутствует у людей в разной степени развития. Есть люди очень рациональны, логически, у них разум преобладает в принятии логических, обоснованных решений. Сюда относятся большинство ученых, например. В нашей модели разум – это всего лишь обрабатывающий информацию центра, своего рода процессор. Информацию для обработки он получает от органов чувств. Получив какую-то информацию, разум должен принять решение. Как он поступает? Он обращается к хранилищу данных, нашему подсознанию, в котором хранится наш опыт, наши знания, наши верования, наши убеждения. В общем, все то, что мы сумели загрузить в себя за годы нашей жизни. Если брать компьютерную аналогию, то наш разум – это процессор, а подсознание – это жесткий диск, винчестер, где хранится вся информация, о которой процессор постоянно обращается. Допустим, мы получили информацию о том, что вашей организации предстоит сокращение. Эта информация от органов зрения, от слуха поступила в разум, и дальше он должен выработать какое-то управляющее решение. Что вам делать в этой ситуации? Как он поступает? Он запрашивает подсознание, что у нас имеется на эту тему, на тему сокращения кадров, например. Как мы реагировали на эту ситуацию в прошлый раз? Подсознание, покопавшись в своих закромах, выдает готовое решение. Нужно поступать так-то. Если подсознания готового решения нет, то разум начинает обдумывать информацию, начинает запрашивать дополнительные сведения, перерабатывать, куда-то обращаться, узнавать. То есть он начинает принимать решение. Он работает, он напряжен. Это процесс достаточно длительный. Решение может появиться через секунду, через 10, через 100, через часы, через сутки, может даже через несколько дней. Вы всегда знаете, что когда не хватает достаточного количества информации для принятия решения, то вы зависаете, вы не знаете, на чем остановиться. То есть процесс решения у разума довольно длительный. От нескольких секунд до нескольких дней. Так он работает. Это Pentium II. Не очень быстрый процессор. Во время принятия решения наш разум, все то, что хранится в подсознании, считает изначально правильным, считает истиной. И если там есть готовое решение, он его берет и сразу выдает вам. Не тратя на это время, на принятие решения, сразу берет готовое решение и использует его. Ну, например, спросите себя, а вы какой религии принадлежите? Вы сразу же ответите, там, христианин, мусульманин, буддист, кто-то еще. А почему? Вы задумываетесь? Нет. У вас сразу есть готовый ответ. Редко наше убеждение прописывается в подсознании, помимо нашего желания, помимо нашей воли. Мы не контролируем этот процесс. Например, у девушки, у вас когда-то был негативный опыт общения с юношами. Вы влюбились, открыли сердце, он сделал что-то неправильное, вы посчитали это предательством, вспыхнули. И в момент вспышки говорили себе, да чтобы я еще раз кого-нибудь любилась, да никогда. Один, второй, третий негативный опыт, четвертый. И все. Вот это убеждение, чтобы я еще раз связалась с мужчинами, оно прописалось в вашем подсознании. И дальше оно начинает управлять вашим поведением. Вы уже на уровне сознания хотите построить личную жизнь, ищете мужчину, но в вашем личном пространстве мужчин нет. Вы никак не можете найти мужчину, достойную любви. А все потому, что ваше подсознание управляет вашим поведением. Другой пример. Вы учились в школе, и у вас были напряженные отношения с преподавателем английского языка, например. Вы его ненавидели, но при этом учили язык. И у вас сложилась связка подсознания. Английский язык ненавижу. И потом, в возрастном возрасте, вы можете ходить на разные курсы, учиться. И эти все усилия по изучению языка будут давать плохие результаты. Потому что вам придется с огромным усилием преодолевать действия вот этой самой остановочки. В бизнесе. Вы занимались бизнесом, и, допустим, была какая-то сильная неудача. Вас предали, вас выбросили из бизнеса. Вас отняли большую сумму денег. Вас подставили. Вы испытали сильнейший стресс. Пока вы из него выбрались, вы, конечно, бормотали про себя, чтобы я еще раз в это вязался, никогда не пойду. Потом прошел год, два, три, пять. Вы вроде успокоились. Вы хотите вернуться в бизнес. Опять начать его. Вроде опыт есть, знаний есть. А удачи нет. То есть вы бессознательно сторонитесь бизнеса, потому что у вас сидит программа, что нужно держаться с него подальше. И так далее. То есть возникает вывод, что загрузив в себя какую-то программу, не осознавая этого, и будучи уверенным, что мы правильно говорим, то мы потом бессознательно выполняем эту программу. Наше подсознание, руководствуясь самыми лучшими намерениями, реализует эту подпрограмму, минуя наш разум. Оно напрямую воздействует наше тело и создает условия, при которых то, к чему мы стремимся, оно не реализуется. Как это может быть? Ну, в примере с девушкой, которая сказала, что нужно держаться подальше от мужчин, там все просто. Что к влюбленности? Влюбленность – это концентрация на достоинствах избранника. Я вижу его глаза, я вижу его голос, я вижу, как он говорит, я его люблю. А что сделать для того, чтобы не влюбили? Нужно концентрироваться на недостатках. Соответственно, когда где-то девушка появляется очередной кандидат на ее руку, сердце и тело, подсознание, в котором сидит программа, что нужно уберегать от мужчин, оно начинает просто обращать внимание девушке на недостатки этого кандидата. Смотри, у него носки разные, смотри, от него плохо пахнет, смотри, он неправильно слова произносит, смотри, он на других женщин смотрит, и все. Вместо восторженности возникает некое критическое отношение, сердце закрывается, этот кандидат не подходит. И так со всеми остальными. То есть подсознание может напрямую воздействовать на наше тело и реализовать свои программы, причем с самыми лучшими намерениями. То есть первый вывод – наше тело управляется разумом и подсознанием. Причем подсознание иногда управляет нашим телом помимо нашего разума. То есть мы этого не замечаем, но мы выполняем команды подсознания. Но это еще не все, это только первый орган управления. Мы живем в достаточно опасном мире для того, чтобы выжить. Эволюция выработала такой инструмент выживания, как инстинкты. И инстинкты – это программа поведения человека, которая обеспечит ему выживание в опасной среде. Их всего три – инстинкт выживания, инстинкт продолжения рода и стайный инстинкт. Все остальное можно не рассматривать. Эти инстинкты тоже управляют нашим телом наряду с разумом, конкурируя с ним. Есть люди низкоинстинктивные, высокорассудочные, те, кто живут в абсолютно безопасной среде. Например, жители стран Скандинавии живут в среде, где хорошая экономика, где хорошие социальные службы, страховые службы, хорошо работает полиция и так далее. Там безопасно жить. Поэтому инстинкты за ненадобностью не функционируют. Эти люди живут только на уровне разума. Весь остальной мир, он не такой безопасный. И там живут люди инстинктивные. Есть люди, живущие в реально опасных местах. Там, где низкий уровень жизни, где тяжелые климатические условия, где нет полиции, медицины, чего-то еще, что обеспечило бы безопасность. И для того, чтобы выжить, там, конечно, нужны инстинкты. Это высокоинстинктивные люди. То есть высокоинстинктивные люди – это те, кто живет либо в реально опасных условиях, либо в тех условиях, которые эти люди считают опасными. Как вы думаете, фондовый валютный рынок – это безопасное место или опасное? Для тех людей, кто не имеет отношения к фондовому или валютному рынку, не управляет большими деньгами, конечно, это совершенно безопасно. То есть сидят люди за компьютерами, нажимают кнопочки, гоняют деньги туда-сюда. Никакой реальной угрозы для жизни нет. Конечно, у них все безопасно. Но те, кто работает на валютном фондовом рынке, они, конечно, воспринимают их как очень опасную среду. Их инстинкты оценивают эту среду как опасную, поэтому активно функционируют. Что это означает? Что их организм инстинктивно реагирует на происходящее там событие. Инстинктивно – это значит быстро, в доли секунды. Разум – это медленно действующий орган управления. Сначала он получает информацию, потом он запрашивает подсознание, что мы имеем на эту тему, потом обрабатывает полученные ответы, выбирает из них лучшие, потом дает информацию. На это может уйти достаточно много времени. Вспомните, как быстро отвечают на вопросы горячие финские парни. Это предметом шуток является. И с другой стороны, вспомните, как реагируют на любые ситуации горячие кавказские парни. Еще вы не договорили вопрос, он уже вам дает ответ. То есть реакция идет одномоментная, с опережением. Это условия выживания. Такую быструю команду дает нам инстинкт выживания. Как он срабатывает? Он не обрабатывает поступающую ситуацию. Он не анализирует решения. Он не умеет ничего это делать. Он всегда поступает только одним способом. Он изменяет уровень энергетики или уровень возбуждения психики человека. Есть два способа реагирования на опасность. Спрятаться или победить. Есть легенда, что кто-то из военачальников прошлого, когда набирал себе в личную гвардию воинов, то он разговаривал с этим воином и намеренно оскорблял его. И смотрел, как реагирует воин. Если кандидат бледнел, то есть показывал реакцию спрятаться или прикинуться мертвым, то его, конечно, в гвардию не брали. Если кандидат краснел и готов был пойти и накостылять обидчику, то в гвардию его брали. Как инстинкт выживания определяет опасность? Очень просто. Он все время сравнивает то, что происходит, с тем, как должно происходить. У нас есть ожидания на любой счет. И как только выявляется различие реальности с нашими ожиданиями, инстинкт говорит, что тут же так это опасно, нужно исправить ситуацию. Нужно пойти и сделать ее такой, как нужно. Как это можно сделать? Можно сделать силой. Поэтому инстинкт моментально дает организму импульс энергии. Мы возбуждаемся. Для чего? Для того, чтобы пойти и исправить ситуацию. Бешенство – это самый сильный уровень возбуждения психики. Он возникает, когда реальность очень сильно расходится с нашими ожиданиями. Все мы живем под этими процессами. Вспомните, как вы реагируете, когда ваш ребенок приносит плохую оценку. Вспомните, как вы реагируете, когда ваш муж приходит поздно и под датой. Вспомните, как вы реагируете, когда ваш руководитель выдает вам дурацкое задание. Вспомните, как вы реагируете, когда фондовый рынок начал изменяться не в ту сторону, в которую вы ожидали. Вы всегда даете реакцию протеста. И обычно реакция сильного протеста – это бессознательное стремление пойти и изменить ситуацию, сделать ее такой, какой бы вы хотели. Если вы даете сильные реакции, когда реальность расходит с ожиданиями, значит, вы инстинктивный человек. Я думаю, что на фондовом валютном рынке работают в основном инстинктивные люди. Перечисленные мной эмоции, раздражение, гнев, бешенство люди называют негативными эмоциями. На самом деле намерения, которые стоят за этими эмоциями, они очень хорошие. Пойти и исправить ситуацию, сделать ее такой, как нужно. Сделать так, чтобы начальник давал вам правильные задания. Сделать так, чтобы ребенок приносил хорошие оценки. Сделать так, чтобы фондовый рынок рос в ту сторону, в которую вы предполагаете и так далее. Вы хотите изменить реальность. Но реально повлиять, наверное, можно только на ребенка, больше ни на кого. То есть по содержанию эти эмоции очень хорошие, но по форме проявления, когда мы хотим исправить, мы пытаемся запугать нашего оппонента, мы на него кричим, может быть, лезем драться, то есть мы пытаемся с силой заставить ее сделать то, что нужно, они, конечно, не очень хороши, именно поэтому люди назвали их негативными. Есть еще позитивные эмоции, радость, восторг, экстаз, но они не создают проблем в нашей жизни, они легко проявляются, поэтому мы их не будем рассматривать. Это не инстинктивные реакции. Кроме эмоциональных реакций, инстинкты диктуют правила поведения. Это набор убеждений, хранящихся в подсознании, и люди бессознательно руководствуются ими. Стайный инстинкт диктует держаться своих, так безопаснее. И чем более инстинктивен человек, тем больше он будет придерживаться своего клана, своей семьи, своей группы, своей религии, своего народа. Инстинкт продолжения рода рекомендует женщине иметь много детей, потому что в опасной среде, где плохая медицина, где опасно, где люди умирают, там, конечно, нужно иметь много детей для того, чтобы род не продолжился. Это инстинкт продолжения рода, не инстинкт выживания конкретного человека, инстинкт продолжения рода. Мужчинам диктуют другую стратегию. Если ты чего-то добился в жизни, то ты должен оставить хорошую генетику большому количеству детей. Но инстинкт выживания рекомендует карабкаться как можно выше по социальной лестнице, потому что, как известно, в тяжелых условиях вожди погибают в последнюю очередь. Сначала погибают низкоранговые особи, так же и у людей. Поэтому люди бессознательно стремятся заработать как можно больше денег, забраться как можно выше в власти. Инстинкт говорит, что там безопаснее. На самом деле, жизнь показывает, что там особой безопасности нет, но инстинкты разума – это разные механизмы. Кроме инстинктов и разума существует еще третий механизм управления поведением человеком. Он называется «эмоции и эмоциональные блоки». Про эмоции я уже рассказывал. Возникло расхождение реальности с ожиданиями. Инстинкт выживания дал нам импульс энергетический, мы возбудились. Момент возбуждения у нас разум выключается. Разум – это процессор, который сразу парализует при повышении энергетики тела. Он перестает работать, эмоции захватывает нашим телом, и мы кричим, мы ругаемся, мы деремся, мы плачем, мы что-то делаем. При этом разум не функционирует. То есть эмоции перехватило управление тела, полностью диктует наше поведение. Потом, когда эмоция спадает, разум просыпается и начинает укорять. «Ну зачем же так сделано? Как же из этого выбираться?» и так далее. Ну, все мы проходили эти процессы. Но в тот момент, когда эмоция сильная, в этот момент разум выключен. Но это еще не все. Проблема в том, что любое сильное возбуждение энергетики оставляет в нашем теле свой след. Этот след называется эмоциональный или энергетический блок. Эмоциональные блоки образуются в теле вследствие того, что мы не используем возбужденную в теле энергетику. В реальных инстинктивных сообществах, где люди разрешают свои проблемы силой, там эта энергия нужна. Тебя кто-то обидел, тебе что-то не понравилось, ты пошел, наорал, настучал, выплюснул энергию, использовал, добился своего. Ну, если здоровья хватает, конечно. Фондовый рынок не относится к той среде, где можно использовать возбужденную в теле энергетику. Там нет такой возможности, потому что там нет объекта, на который можно было воздействовать. Допустим, вы сделали ставку на то, что фондовый рынок пойдет вверх, и сделали определенные вложения в расчете, что так и произойдет. А он взял и пошел вниз. В итоге реальность разошла с ожиданиями. Инстинкт говорит, так, нужно восстановить справедливость. Он дает вам импульс энергетический. Пойди на костыля и приведи реальность в нормальное состояние. Вы возбуждаетесь. А что? Кому вы можете накостылять? Фондовому рынку? Так его нет как такового. Это просто какие-то индикаторы, циферки на экране компьютера. Идти драться с вашими коллегами? Так они тоже, наверное, пострадали не меньше вас. То есть вы не можете полностью использовать ту энергию, которая возбудилась в вашем теле. Вы можете покричать, вы можете позвонить кому-то, можете побегать, можете повопить. Ну, в некоторых местах это допустимо, чтобы вывести хотя бы часть энергии. Есть компании, в которых запрещено проявление эмоций. Тогда вы все должны задавить себе. То есть вы должны сесть, стеснув зубы, внутри вас бурлит, всех бы поубивал, а убивать некого, а некому приложить возбужденную энергию. В фильме «Волкс Нью-Йорк Стрит» старый брокер рассказывает новичку о том, что он два раза в день мастурбирует. Я думаю, что такой способ может иметь место для сброса возбужденной энергии, которой некуда больше потратить. Ярко проявлять свои эмоции в некоторых компаниях допустимо. А есть компании, где запрещено проявлять свои эмоции. Там ситуация еще хуже. В чем проблема? Поясню. А что происходит с возбужденной в теле энергией, когда произошло что-то, с чем вы категорически не согласны, но вы не можете использовать эту энергию? Ваш организм, следуя той же пещерной логике, запасает эту энергию на случай следующей схватки. Вдруг вы тогда будете ослаблены, и вам негде будет взять силы, тогда вы проиграете. Зачем? У вас сейчас есть энергия, нужно припасти ее для следующей драки. То есть организм собирает возбужденную в теле энергию и укладывает ее в теле в виде определенного сгустка энергетического. Энергетического импульса заряженного против конкретного оппонента, против фондорынка, против начальника, против самого себя, если вы себя вините в неудачах. Это похоже на сжатую пружинку, и реально имеет форму телесного спазма, ущемление мышц в какой-то части тела. Это может быть в голове, может в плечах, может в ногах, может в животе, в самом разном месте. И этот спазм всегда готов отдать обратную энергию. То есть если возникает ситуация, когда перед вами опять этот же враг, пружинка эта готова разжаться, отдать энергию, чтобы вы могли его победить. Так это работает. Как понимаете, в случае валютного или фондового рынка в качестве оппонентов наступает сам рынок. Ваш организм собирает, накапливает теле энергию при каждом вашем возбуждении, для того, чтобы вы набрали достаточно силы и в конце концов пошли бы и насучали этому фондовому рынку по шее. Это пещерная реакция, организму никак нельзя объяснить, о том, что фондового рынка нет шеи, и, собственно, вам эта энергия не нужна. Точно так же эмоциональные блоки возникают при любой ситуации, когда происходит что-то, с чем вы не согласны. Вас неправильно подрезали на дороге, вы вспыхнули, очертыхнулись, сказали какие-то слова оппоненту. Ну, иногда, конечно, догоняют и лезут драться, тогда энергия расходуется. Но подавляющее большинство людей все-таки цивилизованные, поэтому они что-то проговаривают, но в итоге в теле образуется эмоциональный блок против обидчиков на дороге. Ваш муж пришел с работы под датом, вы вспыхнули, возможно, вы что-то ему сказали, возможно, промолчали, но остался эмоциональный блок, заряженный против мужа. Ребенок принес не ту отменку, вы вспыхнули против ребенка, но в этом случае родители обычно позволяют себе разрядиться, хотя бы поговорить, вывести себя часть энергии. Все равно небольшой эмоциональный облачок остается. Родители в тысячный раз лезут к вам с поучениями, и вы в тысячный раз вспыхиваете, даете им ответ, что отстаньте от меня, наконец, я уже взрослая, но поскольку подраться с родителями вряд ли у вас получится, то, соответственно, это возбуждение откладывается стерео в виде очередного эмоционального блока. Ваши сотрудники ТОП-5 раздражают вас, у вас создается заряд против них. Ваши руководители ТОП-5 еще больше дают вам неправильные задания, в итоге вы испытываете по отношению хроническое возбуждение. В этих и миллионах других ситуаций инстинкт выживания приходит к вам на помощь и предлагает вам пойти исправить ситуацию. Для этого он дает вам импульс возбуждения, чтобы вы пошли из силы, сделали то, что вы считаете правильным. Можете ли вы пойти на поводу инстинкта и настучать кому-то по шее, то есть запугать, заставить дракой, через силы заставить что-то делать? Скорее всего, нет. Разве что поорете, но это маленький выход энергии, и все остальное останется в вашем теле. Значит, в результате всех этих ситуаций в вашем теле создается эмоциональный блок. В итоге к годам к 40 у большинства людей в теле собираются сотни тысяч, а может быть миллионы эмоциональных блоков, то есть телесных спазмов, телесных зажимов. Они тормозят протекание энергии в теле, отсюда возникает хроническая уставность. Они реально спазмируют какие-то органы вашего тела, в итоге в этом месте возникает заболевание. Вы идете к врачу, врач пытается лечить ваше тело, но причина в том, что очень сильно спазмированы ткани вашего тела вашими переживаниями. Конечно, не все болезни имеют эту причину, но многие имеют. Но что главное в нашем случае, это то, что множество мелких эмоциональных блоков объединяются в один большой эмоциональный блок, заряженный против конкретного объекта, человека, фондового рынка, денег, родителей, самого себя, правительства, кого-то еще, и начинают без конца провоцировать вас на борьбу с этим объектом. Эмоциональный блок перехватывает ваше управление и ввергает вас в борьбу с тем, кого вы должны победить, ну, по мнению этого эмоционального блока. Если вы долго с кем-то конфликтовали, то у вас появляется постоянная готовность вступить в схватку. Легче всего эти процессы проявляются в семейной жизни. Если муж и жена конфликтуют по каким-то поводам 5 или 10 лет, пытаясь запугать друг друга и объяснить, как нужно правильно жить, то в итоге в теле у каждого из них образуется эмоциональный блок, заряженный друг против друга. И теперь эти муж и жена, если они даже хотят на уровне разума договариваться, давай мы не будем конфликтовать, они не могут это выполнить, потому что при виде оппонента эмоциональный блок возбуждается, энергетика повышается, разум выключается, и тело готово к борьбе, и человек начинает бороться. Он начинает высказывать претензии, он начинает, может, кричать, оскорблять и так далее. Начался очередной конфликт. То есть эмоциональный блок управляет нашим поведением наряду с инстинктами и наряду с разумом. То есть существует три серьезных органа управления, которые определяют поведение каждого человека. С кем идет борьба работников фондового или валютного рынка? Скорее всего, конкретно виновного нет. Фондовый или валютный индекс – это всего лишь цифры на экране компьютера, которые складываются непонятно никаким образом, поэтому бороться с ними просто глупо. Значит, остается предъявлять претензии гнусной жизни, которая вновь и вновь обманывает ваши ожидания. То есть в теле большинства людей, которые имеют отношение к фондам и валютному рынку, скорее всего, имеется огромный эмоциональный блок, заряженный по отношению к жизни в целом. Еще, скорее всего, у этих людей имеется неосознаваемая борьба с деньгами, которая проявляет редкое коварство и обычно ускользает от вас в последний момент. Собственно, в теле любого человека, даже не имеющего отношения к фонду или валютному рынку, имеется эмоциональный блок, заряженный против денег. У обычных людей деньги не вызывают сильных переживаний, потому что они не имеют отношения с большими деньгами. Но множество мелких переживаний связано, что нужно отдавать деньги, нужно отдавать кредит, не хватает денег на покупку, не хватает дополучки, не хватает еще что-то. Создают в теле множество мелких-мелких эмоциональных блоков, которые объединяются и создают в теле огромный заряд против денег. он имеется почти у любого человека. А уж у тех, кто постоянно имеет дело с деньгами, я думаю, имеется огромный эмоциональный заряд, который готов бороться с деньгами, потому что они ведут себя неправильно. Что в итоге происходит? Как только работник фондового или валютного рынка приходит в офис или просто смотрит новости, то эмоциональный блок тут же активируется и дает ему небольшой уровень возбуждения, чтобы он был готов правильно среагировать и дать сдачи наконец-то этому недругу. Это возбужденное состояние психики психологи называют стрессом. Человек хронически пребывает в стрессе, потому что ему очень сложно забыть о том, что он находится в борьбе с таким неуловимым недругом. Но как только происходит что-то, что не совпадает с вашими ожиданиями, вы даете сильнейшую эмоциональную реакцию, ваши пружинки слегка разжимаются, вбрасывает в тело большой импульс энергии, вы переходите в перевозбужденное состояние, но опять же эта энергия некуда использовать и опять она собирается в вашем теле. Вот примерно такова жизнь людей, которые работают на таком опасном участке жизни, как валютный или фондовый рынок. Конечно, все это имеется и в обычном бизнесе, и в обычной работе, но там все эти раздражители встречаются значительно реже. Надеюсь, вы сумели отследить суть моего повествования. Я рассказываю о том, какие механизмы состоят хронические стрессы в жизни работников, связанных с валютным и фондовым рынком. Более подробно об этих процессах вы можете почитать в моей книге, которая называется «Открытое подсознание. Как влиять на себя и других». Эта книга имеется на сайте свиаш.ру в свободном доступе. Заходите, читайте, пожалуйста, разбирайтесь, используйте. Теперь давайте поговорим о том, что со всем этим можно сделать. Можно ли уменьшить эмоциональное реагирование на различные непредсказуемые изменения фондового или валютного рынка? Скорее всего, нельзя, потому что это инстинктивная реакция, а влиять на инстинкты мы не можем. Наш организм самооценивает степень опасности окружающей среды и сам принимает решение – опасная эта среда или нет. На уровне разума, на уровне сознания мы на это повлиять почти не можем. Можно, конечно, как учат на различных бизнес-тренингов, пробовать волевым путем задавить себе эмоциональную реакцию. То есть держать свое тело тотально под контролем, не позволять эмоции, вспыхивать в вашем теле и перехватывать управление. Думаю, такое может получиться только у очень волевых людей. Но такие волевые люди, держащиеся под контролем, скорее всего, будут проигрывать инстинктивным людям в скорости принятия решений. Они будут принимать все решения на уровне разума, а разум достаточно медленнодействующий. К тому же, если все внутри себя держать тотально под контролем, то будет закрыт канал интуиции. То есть вы будете лишены инсайтов, озарений, которые дают правильное решение непонятным, необоснованным, нелогическим путем. Человек просто получает решение и использует его. Поэтому я не считаю тотальный волевой контроль хорошим выходом и сложившись в ситуации. Он позволяет сохранить психику в порядке, но не позволяет произойти инсайту или озарению и в итоге получить хороший выигрыш. То есть получается, что эмоционально реагировать на происходящее событие можно, это делает жизнь более яркой, более насыщенной. Что тогда нельзя? Нельзя оставлять возбужденную в теле энергию, чтобы не создавать новый эмоциональный блок. Можно, например, направить возбудившуюся энергию на какое-то физическое действие. Все вы слышали рекомендацию, что если ты возбудился, ты в гневе, ты раздражен, возьми подушку и бей ее. Но на биржах и в брокерских конторах обычно нет подушек. Значит, нужно дойти что-то заменяющее подушки. Что можно использовать более цивилизованной? Сейчас продаются такие сувенирные изделия, как кубик из металлических шариков. Мелкие шарики слеплены. Когда произошло какое-то событие, которое вызвало ваше раздражение или ваш гнев, то как только возбуждение начинает спадать и разум начинает перехватывать управление, вы берете шарик и начинаете его мять. Злобно-агрессивно мять. То есть прикладывая массу усилий. Лучше 2-3 шарика купить. Это требует довольно много физических сил. Шарики легко растягиваются, легко в цепочку строят. Они занимают и так время. Но сам процесс давления, раздавливания шариков заберет у вас достаточно большое количество энергии. В итоге эта энергия не отложится в виде массального блока. Еще продается не липнущий к рукам пластилин. Пластик специальный. Для детского творчества, наверное, баночки. Выносите в кармане такую баночку. Как только вы возбудились, пошло возбуждение, вы достаете оттуда этот пластиковый шарик и начинаете его злобно разминать в той же самой руке. Начинаете выводить из себя энергию, тратить ее на физическое действие. Что еще можно? Еще если у вас под руками есть старые листы бумаги, то можно просто рвать мелкие клочья. Это требует тоже много энергии. Не по одному, а по десятку страниц сразу. Можно взять фломастер и просто закрашивать, выводя агрессию через такое действие. Можно писать слова какие-то, можно ругательски писать слова, потом все порвите, выкинете, показываете. То есть совершать какое-то действие, которое потребует энергии и выведет из вас сбыточную энергию, для того, чтобы она не отложилась в вашем теле. Годится любая физическая активность, но только активность, которую нужно проявлять сразу, в момент возбуждения. Если вы ходите в фитнес вечером, а раздражены вы днем, то, к сожалению, к вечеру уже эмоциональный блок отложится в теле в виде спазма. И потом этот спазм не выковыривает из тела никакими физическими упражнениями. Но есть и другой подход. Дать команду подсознанию не создавать эмоциональный блок. Как это можно сделать? Нужно сразу же, как только у вас возбуждение начнет спадать и разум начнет подавать признаки жизни, в этот момент нужно начать давать команду подсознанию, что та ситуация или тот человек, который породил ваше недовольство, он не является вашим врагом. И вы не будете в будущем с ним бороться. Вы отпускаете его с Богом, пусть живет так, как есть. То есть нужно объяснить подсознанию, что вам не нужно создавать в теле заряд энергии для того, чтобы победить его в следующий раз. Эта техника называется формула прощения. Она очень проста. Она состоит всего из двух следующих фраз. С любовью и благодарностью я прощаю жизнь, например, с претензией к жизни. И принимаю ее такое, какая она есть. Я прошу прощения в жизни за мои мысли, эмоции и поступки по отношению к ней. Вы находитесь в возбуждении, вы начинаете повторять. Одно, один, второй, третий, пятый, десятый раз эти фразы про себя обормотать. И вы увидите, как у вас возбуждение спадет. И через 2-3 минуты вы останетесь совершенно спокойно. Хотя только что носились, ручки воздражали, и уровень возбуждения был очень высокий. Это простая форма прощения. Ее можно обормотать на фондовый рынок, который вас подвел. Я прошу прощения у фондового рынка и принимаю его таким, как он есть. Я прошу прощения у фондового рынка за мои мысли, эмоции по отношению к нему. Можно просить прощения у денег, если они в очередной раз ускользнули у вас из-под носа, вы испытали глубочайшее разочарование. С любой благодарностью я прощаю деньги, принимаю их такими, какие они есть. Я прошу прощения у них за мои мысли, эмоции и поступки. Если какой-то человек вас подвел, подставил, вы теперь испытываете гнев по отношению к нему, вы опять же 5-10 раз пробормотали. С любой благодарностью я прощаю этого человека, принимаю его таким, как он есть. Имя только вставляйте. Я прошу прощения, там у Петти за мои мысли, эмоции и поступки по отношению к нему. И все, вы увидите, как уровень вашего возбуждения моментально спадет. И эмоциональный блок в вашем теле не образуется. Таким образом, можно предупредить возникновение в теле новых эмоциональных блоков. Важно только не забывать поработать с формой вращения. Еще тело очищается от свежих эмоциональных блоков различного рода действий, в стадии которых в теле возникает огромный подъем энергетический. Но уже не связанный со раздражением или гневом, а какой-то другой. Например, хороший секс после нервной работы напрочь стирает все переживания прошедшего дня. Но секс должен быть регулярным. Лучше каждый день после переживаний. Любые виды экстрима создают в теле сильный уровень возбуждения, поскольку экстрим – это поставить жизнь на грань жизни и смерти. И организм мобилизуется, чувствует опасность, дает огромный импульс энергии. И эта энергия, протекая по телу, сносит все эмоциональные облачки, наработанные за последнее время. Какие виды экстрима? Русская баня, особенно с бассейном, с холодной водой. Быстрая изда на автомобиле не рекомендуется, очень опасно. Горные лыжи, прыжок с парашютом, что-то подобное. Еще есть такая техника, которая называется холотропное дыхание. Она состоит в том, что вы под командой тренера ложитесь на пол и минут 40 интенсивно дышите. Под специальную музыку. В это время в теле образуется огромный эмоциональный поток. И этот поток вычищает старые и новые эмоциональные блоки. Если вы прошли тренинг, то дальше вы можете это делать самостоятельно. Но все эти чистки нужно делать не реже одного раза в месяц, а лучше два раза в месяц. Тогда в вашем теле не будет образовываться новая эмоциональная грязь. В целом, это рекомендация, как не набирать в теле новых эмоциональных блоков. А что делать с теми, которые уже имеются у вас в теле, которые вы создали за годы вашей жизни, работы на фондовом рынке, на валютном рынке, конфликтов с семьей, с родителем, где-то еще, претензии к себе. Все эти блоки сидят в вас, и они управляют вашим поведением, они ограничат вашу энергетику, они уменьшают уровень вашего здоровья и уменьшают уровень вашей эффективности. Что делать с ними? Сразу замечу, что никакие медикаментозные средства не убирают эмоциональные блоки, никакие врачебные процедуры не убирают эмоциональные блоки, алкоголь никоим образом не убирает эмоциональные блоки. Алкоголь всего лишь снижает уровень торможения, волевого контроля, и потому как ведет себя выпивший человек, можно понять, имеется в него внутри огромное количество эмоциональной грязи или нет. Если грязи много и контроль снят, то человек становится агрессивным, значит ему нужно очень хорошо чиститься. А человек, который выпил, расслабился и всех любит, значит он внутри совершенно чистый, светлый человек, он не накопил эмоциональной грязи. Как же убрать все застарелые эмоциональные блоки, выработавшиеся за годы вашей жизни? Есть такая техника, называется хаватропное дыхание или ребюфинг. Нужно пройти не менее 10 дыхательных сессий этой практики. Для этого обычно тренер вывозит в группу какой-нибудь загородный дом на неделю и там люди целыми днями занимаются дыхательной практикой. За 10 дыхательных сессий длительностью часа полтора-два можно очень хорошо очистить почти все свое прошлое, убрать всю эмоциональную грязь, которая появилась в вашем теле буквально с момента вашего рождения. Но это требует тренера, это требует времени, это требует наличия необходимых специалистов рядом с вами. Я разработал технику для самостоятельного очищения тела от застарелых эмоциональных блоков. Она называется «Эффективное прощение». Она подробно описана в книге «Начни жизнь заново. Четыре шага к новой реальности». Вы можете почитать эту книгу на сайте www.siaj.ru Суть ее несложна. Вы выбираете объект, по отношению к которому вы хотите убрать эмоциональный блок. Это может быть жизнь, это может быть фондовый рынок, это могут быть деньги, это могут быть вы сами, это могут быть ваши родители, это может быть ваша работа. И пишите развернутую формулу прощения на этот объект. Эта формула состоит из пяти разделов. Она много сложнее, чем простая формула прощения. Но по сути то же самое. Первый раздел вы описываете, за что вы прощаете этот объект. Потом вы просите у него прощения. Потом вы забираете энергию. Потом вы стираете воспоминания. В итоге получается формула, содержащая 30, 50, 70 фраз. Но пока вы пишете, ничего не происходит. Потому что вы писали ее в нормальном состоянии сознания. В этот момент разум контролировал, что происходит. Он читал эти фразы. Он запрашивал у подсознания, что я думаю по этому поводу. Подсознание ему давало ответ, что фондовый рынок – это такая гнусная штука, от которой одни неприятности. И ты уже страдаешь от нее много лет. И в итоге он отбрасывал эту фразу. Он не принимал команду на прощение, команду на стирание эмоционального блока. Значит, нужно выключить наш разум на момент, когда мы даем себе команду убрать эмоциональный блок. Как выключить разум? Мы знаем, что разум выключается при повышении энергетики тела. Пошла эмоция, энергетика повисывалась, разум выключился. Но нам запускать эмоцию, более негативную, совсем не нужно. Поэтому для поднятия энергетики мы используем активное дыхание. Мы стоя, не лежа, как при ребёфинге, начинаем активно дышать под заданную музыку, под определенную музыку. Дышать. Происходит перенасыщение тела кистородом, возникает лёгкое трансовое состояние, и разум продолжает контролировать состояние наше тело. Мы стоим, мы читаем, мы понимаем. Но в этот момент его контрольная функция выключается. Это уже экспериментально известно. А дальше вы начинаете читать ваши фразы из развернутой формы прощения. Дышите и читайте, дышите и читайте, дышите и читайте. Поскольку разум не выполняет свою контрольную функцию, то ваши фразы прощения проходят на прямое подсознание, и подсознание убирает эмоциональный блок. Эмоциональный блок – это множество мелких блочков, и он убирает различные блочки. То есть пружинки, спазмы, которые есть в теле, они раскрываются. Но не для того, чтобы подраться, а просто потому, что поступила команда их убрать. Что тут может произойти? Если процесс идет активно, то раскрывается много блочков, и когда спазм раскрывается, то он может травмировать окружающие ткани. И в этом месте возникнет боль. То есть во время работы с эффективным прощением нередко возникает сильное болевое ощущение в том месте, где у вас находится эмоциональный блок. Он может находиться в голове, внутри головы, может в теле, в любом месте, в животе, в колене, в ногах, в спине. Заранее это неизвестно. Но если возникла боль, значит нужно сразу перестать повторять фразы прощения. Нужно начать убирать боли с тела. Боль убирается путем направления дыхания в то место, где у вас болит. Обычно через 3-5-10 минут боль уходит, и дальше вы продолжаете работать с формой прощения. Если процесс написания развернутых форм прощения и последующая работа с ними в режиме активного дыхания, полностью автоматизирован на сайте помощник по самотрансформации. Там имеются сотни приемов развернутых форм прощения на самые разные сферы жизни. На тещь, на начальников, на налоговую инспекцию, на себя, на родителей и так далее. Можно посмотреть эти формулы и что-то из них взять для себя. Пожалуйста, заходите на сайт, работайте. Вы можете полностью очистить эмоциональные грязи на этом сайте самостоятельно, анонимно, за мизерную плату. Придется поработать месяц-два в зависимости от степени загрязненности вашего организма. На сайте помощник по самотрансформации имеется множество видеоинструкций на каждый шаг вашей работы. Что происходит с вами в результате очищения тела от эмоциональных блоков? Прежде всего, у вас поднимается энергетика. Иногда вы впадаете в состояние, которое станет парение. Как бы еще ничего не изменилось, а мне хорошо, у меня просто прет. Жизнь прекрасна, все хорошо, я нахожусь в состоянии эйфории парения. У вас могут уйти сами собой те болезни, которые были вызваны спазмированием каких-то ваших внутренних органов. Не все болезни вызваны спазмированием внутренних органов, но достаточно много таких заболеваний, и они сами собой уходят. У вас из головы исчезает бесконечный бег мыслей. Я думаю, что у большинства из вас все время крутятся мысли, как планирование, будущее, прошлое, обновление прошлого поступка. Надо было сделать так, надо было сделать так и так далее. Это базары ведут эмоциональные блоки. Вы убрали эмоциональные блоки, базары сами собой остановились. Не нужно никаких медитаций, никаких буддистских практик. Все это от незнания процессов, происходящих в человеке. Вы убрали эмоциональные блоки, продышали, пробормотали форму прощения, и в голове установилась тишина. Кроме того, у вас может открыться канал интуиции, и вы начнете получать нужные вам решения нерациональным, нелогическим путем. Задали вопрос, получили ответ. Сайт «Озарение» всегда позволяет делать рывок вперед, в отличие от тех, кто идет вперед мелкими шажками. То есть, если вы почистили свои застарелые эмоциональные блоки и не нарабатываете новых блоков, то вы становитесь вполне позитивным человеком. Причем невзирая на то, что вы будете функционировать в такой сложной, опасной среде, как фондовый или валютный рынок. Далее, на помощники по самотрансформации вы можете легко наработать нужные вам качества. Например, уверенность в себе, активность, деловитость, умение отставить свое мнение, свои интересы. Может, любовь к деньгам или к ведению переговоров и так далее. То есть, любое наше качество – это некая программа, находящаяся в нашем подсознании. Вы можете заложить туда другую программу, и ваше умение начнет ее отрабатывать, и у вас появится новое качество личности. Можете изменить свой характер, можете стать менее раздражительным, можете стать более спокойным, либо более уверенным в себе. Никаких проблем нет. Вам нужно всего лишь поработать пару месяцев, сначала поработать с прощением, а потом загрузить в себя те убеждения, которыми вы хотите впредь руководствоваться. В том числе, что вы любите чистоту, что вы любите аккуратность, что вы уверенный в себе человек и так далее. И ваше подсознание начнет руководствоваться этими убеждениями. Вы измените свой характер. Вам кажется это блефом, потому что принято считать, что человек, каким родился, таким и помрет. Это неправда. Это просто от незнания того, как функционирует психика человека. Человек сам может менять себя нужным образом. И у меня уже тысячи людей изменили себя, получили нужные результаты. Подводя итог, я хочу сказать, что я рассказал вам про технологию, как вы можете благополучно существовать в такой сложной среде, как валютный фондовый рынок, оставаться позитивным человеком, оставаться здоровым, уверенным, энергичным в себе, невзирая на все происходящее. Там, как вы можете открыть канал интуиции, который, возможно, поможет вам сделать резкий рывок к достижению желанного вам успеха. Все возможно. Вы можете наработать новые качества для себя. И это тоже поможет вам стать более успешным игроком этого рынка. А дальше выбирайте. Скорее всего, ваш разум, услышав то, что я говорю, он сравнит это с вашими прежними знаниями, убеждениями, которые вам вложили психологи, ученые, прочие авторитеты. И скажет, нет, это ерунда, сказать, ничего не получится, это очередная реклама. И вы отбросите эту информацию, не будете ей пользоваться. Это будет ваш выбор. Вы будете существовать в том состоянии, которое у вас существует сегодня. Нет проблем, человек имеет право на любой выбор. Как сказал один из известных людей, человек имеет право загубить свою жизнь любым доступным его способом. У вас есть такое право. Другой вариант – попробовать. Не остаться фанатиком этого дела, а просто попробовать. Попробовать работать с прощением. Ну, сначала просто с простой формой прощения. Попробовать после очередного возбуждения пробормотать форму прощения раз в десять и посмотреть, что с вами произойдет. Если возбуждение быстро уйдет без всяких следов, это уже большой плюс. То, что я говорил, правду. Потом вы делаете следующий шаг. Идете на помощник по самотрансформации и работаете со старыми блоками. Понятно, что в ходе работы с вами будут происходить всякие катаклизмы. Об этом достаточно подробно рассказано на сайте. Там есть видео «Техника безопасности». Никто не готов к вашим изменениям. Весь мир будет пытаться затолкать вас в прежнее состояние. Внутри будут механизмы блокировки ваших изменений. Но если вы приложите некое количество усилий, то через 3-4 месяца вы станете совсем другим человеком. Позитивным, энергичным, уверенным в себе, движущимся к своим целям на волне успеха. Пожалуйста, попробуйте. Я вам рассказал об инструментах. Они очень доступны. Пользуйтесь. Успеха вам на этом пути. Спасибо за внимание. За то, что вы дослушали до этого места. Ваш Александр Свияж. Продолжение следует...